Xiaomi Mi Laptop Air было сложно назвать удачной попыткой покорения кошелька покупателя. Уж слишком много в нем было компромиссов. Компания вроде как провела работу над ошибками и выпустила Pro-версию своего ноутбука, которая теперь точно должна заставить всех забыть об Asus, Dell, HP и точно уж Apple. Но так ли это на самом деле? И перед тем, как мы начнем разбираться в этом вопросе, я скажу, что во время презентации этого компьютера было проведено множество параллелей между ним и ноутбуками Apple. Если такое позволено руководителю компании Xiaomi, то и я себе в этом удовольствии отказывать не стану. Так что не удивляйтесь количеству отсылок такого рода. Наивные инженеры китайской компании, судя по всему, считают, что дизайн макбуков является первой и главной причиной выбора в их сторону, и поэтому они не поленились перелезать внешность маков едва ли не с ювелирной точностью. Такая же фрезерованная выемка вокруг клавиатуры, такие же черные клавиши, такое же цветовое решение, он такой же марки, с почти таким же стеклянным тачпэдом, такими же петлями крышки и такой же выемкой для ее удобного открывания. Минутбук Pro заряжается по Type-C порту, как сами знаете кто, но оба разъема у него живут справа, а не по обе стороны корпуса, как сами знаете у кого, и поэтому его нельзя подключать к зарядке с любой стороны, в отличие от сами знаете. Форм-фактор адаптера восточные инноваторы тоже содрали, и это уже действительно хорошо, такой блок занимает гораздо меньше места, чем типичная классика мира переносных компьютеров, а съемный кабель в случае поломки быстро и легко можно заменить. Радует в этой ситуации только то, что далеко не все глупости последних макбук были бездумно украдены. Например, помимо Type-C и миниджек, здесь есть и обычные USB, и HDMI, и даже кардридер, чему я был безумно рад. Уверен, что кому-то здесь еще и слота под дискеты не хватает, но мне было бы достаточно и того набора, который есть. Из приятных моментов отмечу то, что крышка здесь открывается даже чуть легче, чем в макбук. Например, мою тренажку после 45 градусов уже надо придерживать второй рукой, а ми лэптоп полностью открывается одной. Петли здесь такие же плавные, а вот магниты чуть более злые, но на удобство использования это вообще не влияет. Как не особо влияет на что-то и клавиатура, которая здесь больше и якобы намного удобнее. Клава как клава, ничего особенного в ней нет. И единственное, за что стоит Xiaomi похвалить, так это за более вменяемый ход клавиш по сравнению с макбук 2016 года и новее. По тактильным ощущениям, клавиатура здесь больше похожа на более старые решения в технике Apple, а многие искренне считали именно их самыми удобными клавиатурами для набора текста. Подсветка у клавиатуры китайского ультрабука тоже имеется, но если в маке у нее есть туча градаций интенсивности, то в герое обзора можно подсветку либо включить, либо выключить. Как я уже говорил ранее, тачпед здесь тоже стеклянный, но технологически он отстал от маковского года на 4. Для тех, кто только что вылез из погреба, где лет 5 подряд точил бабулины соленья, сообщаю. Начиная с 2015 года, тачбар маков оборудован Force Touch, благодаря чему он лишен механической составляющей, и кнопки можно нажимать по всей плоскости сенсорного поля, что на самом деле очень удобно. Xiaomi пошли по стандартному пути. Левый нижний угол, левая кнопка мыши, правый нижний, правая. Если вы не хотите нажимать на кнопки, можно пользоваться жестами касания одним и двумя пальцами, но тактильного отклика у них, естественно, нет. В верхней части этого разочарования нас ждет сканер отпечатков пальцев. Он работает шустро, но кроме как для входа в систему, он не нужен ни для чего, да и распознает владельца компьютер не всегда. Закрывая вопрос по корпусу, я скажу следующее. По сравнению с объектом подражания, он выглядит более грубо, и ощущается это буквально через шаг. Контур остраугольный, никакого скругления здесь нет, как нет здесь и банального логотипа компании на внешней стороне крышки, благодаря чему устройство выглядит безымянным товаром из каталога компании Foxconn. Крышка, которая верхняя, неравномерно прилегает в закрытом виде, а та, которая нижняя, перетянутая, из-за чего она местами утопает в корпусе, а местами нет. И специально по заявкам зрителей мы ее сейчас снимем. Ну а если серьезно, то под крышкой нас ждут динамики Harman Infinity, хваленая система охлаждения и внушительная батарея на 7900 мАч, занимающая половину корпуса. Увы, даже таких растрат полезного пространства оказалось недостаточно, но об этом мы поговорим позже. В целом под капотом никакого ужаса я не увидел. Все выполнено технологически ровно, видимых следов поклейки на козявку и доработки напильником нет. Один из немногих параметров, по которым Mi Notebook Pro может хоть как-то конкурировать с яблочными ноутами, является экран. Да, здесь не 2К, как в Mac, а всего-то Full HD, но качество IPS-матрицы меня приятно удивило. При наклоне нет искажений картинки, цветопередача более чем приятная глазу, диапазон регулировки яркости достаточно широк для комфортной работы за ноутбуком как ночью, так и ясным днем на террасе кафе. Из приятностей на ум приходят также мультимедийные стереодинамики. Плохо в них то, что они смотрят вниз, а не на пользователя, как в моделях от Apple. В остальном спикеры звучат чисто, приятно и довольно громко. Систему 5.1 они, конечно, не заменят, но посмотреть кино с любимым человеком или свести видео по звуку при помощи встроенной акустики можно абсолютно спокойно. Немного технической информации. В нашей версии Xiaomi MacBook Pro установлен процессор Intel Core i5-8250U, поколение KBLX с рабочей частотой в 1,6 ГГц и максимальный в 3,4. Интегрированное видео Intel UHD Graphics 620, дискретное Nvidia GeForce MX150 с 2 гигами выделенной памяти, ОЗУ 8 гигабайт SSD на 256, производство Samsung, и его можно дополнить установкой твердотельного накопителя в слот M2. Специально для почитателей синтетики вот вам подборка результатов. Будучи крайне неактивным любителем этого дела в рамках компьютерного мира и уж тем более юзером MacBook, мне сложно сказать что-то умное по этому поводу, но ценители среди зрителей явно есть. Рассматривайте. По производительности перед нами явно не супермощная игровая машина, для которой все в этом мире нипочем, но что-то из данного ноутбука выжать можно, особенно пока он не разогрелся. К примеру, не такой уже свежий, но очень красивый Crysis 3 здесь плавно работает на высоких настройках. На максимуме проскакивали лаги, но после отключения Motion Blur'а и упрощения схемы сглаживания, все стало мега плавным и при этом осталось почти таким же красивым. То же самое могу сказать про Call of Duty Advanced 2F, а самые крутые настройки нам не по зубам, но компромисс между красотой картинки и ее плавностью я нащупал с первой попытки. Танки на топовой графике работают хорошо, но после очень длительной игровой сессии, при массовом скоплении машин в кадре, FPS падал и до 26-27. Короче говоря, Свежак здесь точно будет работать хорошо на низких настройках, но игры пятилетней давности спокойно можно запускать на более-менее высоких. Если не засиживаться за играми долго, то слайдшоу на кипящем ноутбуке вы не увидите. Почему так мало информации про FPS? Все просто, приложения для его замера не кисло жрут ресурсы системы, и в итоге графику в играх пришлось бы ставить ниже. Хотите, верьте мне, не хотите, верьте тем, у кого на этом ноуте якобы лагает все, что ни возьми. Бульбар за тобой. Монтаж в среде Premiere Pro на данном ноуте тоже более чем осуществим, но на комфортную работу с 4К-видео можете не рассчитывать. Небольшие проекты в Full HD ноутбук потянет, но, увы, это не портативный бульдозер-монтажер, не тупящий при работе в приложении и быстро экспортирующий видео. Photoshop здесь работает шустро, и, как и многие другие приложения, открываются почти мгновенно благодаря быстрому SSD. Даже при обработке больших картинок и применении таких ресурсоемких инструментов, как заплатка, ноутбук задумывается ненадолго. Кофе за это время особо не попьешь. Возвращаясь к системе охлаждения, которую я показывал вам ранее, она здесь установлена не зря, ведь молчит вентилиган только при полном бездействии, и то не всегда. Даже при малейших нагрузках а-ля World Online мы начинаем шуметь. Когда устанавливается софт, пропеллеры крутятся еще сильнее, но во время игр система охлаждения гудит по полной. Маки же при выполнении более-менее простых операций обходятся чисто пассивной системой охлаждения и заводят движки вентиляторов, например, во время экспорта видео или при выполнении других ресурсоемких заданий. В целом, даже на полном ходу, макбук шумит тише. Недостатком активной системы охлаждения лэптопа Xiaomi является и ее реализация. Наколенный компьютер на эти самые колени ставить не стоит, ибо вы закроете прорези для забора холодного воздуха, и толку от крутящихся вентиляторов тогда не будет. Apple вывели данные отверстия на боковые грани, что исключает эту проблему. Горячий воздух в обоих случаях выводится в проеме возле петлевого соединения. Герой обзора от комплектного адаптера кушает очень быстро. 50% заряда АКБ набирается где-то за полчаса простоя, но учитывая то, как шустро тает батарея после отключения нота от сети, лично я бы такой скорости зарядки радоваться не спешил. При использовании компьютера в качестве печатной машинки или задачах из этой оперы вы можете рассчитывать на не более чем 4 часа работы от батареи и то, если яркость будет средней. Игры или работа в тяжелых приложениях а-ля Adobe Premiere разряжает минут Book Pro за 30-40 минут. Для сравнения, мой MacBook Pro 13 в легких задачах от полной батареи до сих пор живет полный рабочий день, а монтаж видео в Final Cut Pro убивает его за 2-3 часа в зависимости от конкретных операций, при том, что моему компьютеру уже больше двух лет. Ну и почти последнее, о чем мы будем сегодня говорить, это софт. Из коробки у нас была установлена китайская винда, которую нельзя сделать даже английской. Пришлось снести и поставить начисто русскоязычную версию. Козыри винды по сравнению с macOS. Гораздо больше всякого хитрого софта для проектирования, управления ЧПУ оборудованием, математических расчетов, прошивки телефонов и многого другого. Игр на Windows невероятно много и работают они здесь лучше. Вот как бы и все. Вирусов на Mac меньше, работает эта система быстрее, начинает тупить позже. Она не разрастается, как винда, и вылетает реже. Для сравнения, Blue Screen of Death я поймал на ми-ноутбук трижды только в первый день использования, и один из них вылез при подключении зарядки. Вывод из этого простой. Если вы точно уверены, что перечня доступного на macOS софта вам хватит для ваших рабочих задач, про комп на винде я рекомендую забыть и брать BU Mac, который смело влезет в бюджет Mi Laptop Pro. Если же хочется и в игры пошпилить, и в компасе курсовую рисовать на чем-то нужно, лучше возьмите что-то на Windows, например, то, что вы сейчас видите на своем экране. Давайте подводить итоги. Получился ли у Xiaomi полноценный заменитель MacBook за полцены? Однозначно нет. Как минимум из-за особенностей операционной системы, унылой автономности и более слабой производительности в обработке видео, фото и повседневных задачах в дальноглядной перспективе. Если же вам macOS по каким-то причинам не по душе или просто не подходит по роду деятельности и хочется раз в год поиграть на компьютере, Xiaomi Mi Notebook Pro можно смело брать. И пофиг на ворованный дизайн на пару с паршивой батареей. В любом случае, аналогичный по железу виндовый ультрабук с таким же классным экраном влетит вам в гораздо большую копейку, чем герой нашего обзора. Напоминаю, что ссылка на этот компьютер в интернет-магазине GearBest, откуда он и попал к нам на тест, будет ждать вас в описании данного ролика на YouTube и там же есть линки на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. С вами был Дима, Ferrum.com, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео с друзьями, если оно, конечно же, вам понравилось. Спасибо всем, кто смотрел. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok